Владислав Лёвочкин Лауреат премию Союза журналистов Республики Отличник культуры Республики Саха, Якутия Доцент кафедры культурологии Северо-Восточного Федерального Университета Имени Максима Мосова Автор книг «Общая тетрадь» Здравоохранение города Якутска Связь, новейшая история Дмитрий Ушканов, загадки тайского сфинкса Огней, связующие нити Родители жили в Черском Сначала на Зеленом Усу, потом в Черском И 15 лет своей жизни я прожил там Бабушка у меня жила в Барагонцах И мама туда приезжала К своей маме И мы каждое лето там проводили Все лето у меня, конечно, проходило Либо в Якутске, либо в Алёкменском районе Либо в Усть-Алданском И получилось так, что я родился в Барагонцах Это моя родина То есть родители, они якутяне, да? Здесь родились, здесь жили Ну, у меня мама якутка, отец русский Он родился не здесь, в Майкопе По распределению его семья, моя мама Они попали на Зеленый мыс Познакомились там И потом мы переехали в Черске Ну, это вот в Нижнеколымском районе Детство прошло там, да? Ну, 15 лет, да 15 лет в моей жизни То есть это как бы модель Советского Союза Многонациональный, черский Поскольку это припортовской поселок Я-то же приезжал в те времена Мне тогда казалось, что это отдельное какое-то Совершенно отдельное по атмосфере По настроению людей Совсем другое какой-то Как бы остров такой Для нас самое большое лакомство в детстве было Это жареная картошка Огурцы, допустим, яйца Ну, это то, что мы не видели Это просто было какое-то счастье Вот тарелку жареной картошки съесть Потому что у нас было всего Опять же, вот в конец перестроечных годов Всего два магазина, где продавали картошку Это была такая стена И из нее лоток Чтобы нельзя было выбирать И из лотка как бы авоську поддеваешь И вот что оттуда высыпется Как бы горошины такие Сразу очутилось, что Советский Союз распадается И Чешский тоже распадается Может быть, да Мы, может быть, очень как бы Очень острово это ощутили на себе Вот эта оторванность Начались отключения электричества И это было страшно Когда отключались, допустим, два-три дня Сидим без света на краю планеты И появилось, как бы, действительно понимать, что мы где-то на краю Как говорили там у нас, допустим, на материке Да, материк там, а мы как бы вот как будто остров И непреодолимое расстояние Когда ставил спектакль Вылетал, я увидел, как на берегу На берегу огромная такая гора угля Огромная гора именно угля Черный такой уголь И на этом черном угле сидели огромные чайки Это как называются там морские чайки огромные Бакланы Бакланы такие огромные И там играла маленькая девочка какая-то И мы когда уехали на Андрюшкина И там мы встретили Кагира А как это влияло, ну там в основном же украинцы были Связанности, допустим, с местным населением особой такой не было У нас были ребята, которые учились, жили в интернате В те времена еще были интернаты Родители, которые жили в Походске Андрюшкина, допустим Но мы очень абстрактно это представляли И впервые в Походске, допустим, я случайно попал Я просто сел в тот автобус И подумал, ну хорошо, поеду на Зеленый мыс Схожу к своему другу Все равно мы учимся во вторую смену А мы поехали дальше и дальше И мне было где-то 8-9 лет Я заплакал И мне люди спросили, почему ты плачешь? Оказалось, что это автобус, который едет в Походск Мне сказали, не волнуйся, он привезет тебя обратно Вечером То есть как бы мы и северных оленей не видели То есть жили просто вот как действительно в таком вот поселке городского типа И ощущали, может быть, где-то себя даже горожанами Поскольку, ну вот у нас был гимназический класс в школе, допустим Там, где было углублено изучение предметов И достаточно сильные преподаватели были Они нас старались вывести в какие-то вот, допустим, олимпиады Я не ощущаю, допустим, что здесь вот есть смена, допустим, полярных дней и ночи Потому что там постоянно было либо свет, день, либо ночь Не было фактически лета Я это тоже прекрасно помню Там была весна такая вело текущая Еще в июне как бы сходил лед с реки А потом сразу же переходила осень И как бы все остальное время зимы Я приехал сюда, в Якутск, 20 лет назад, получается И когда я первую зиму, допустим, перезимовал Я просто, я был просто поражен Как это вообще возможно? То есть всегда летом приезжали Так, Якутский государственный университет, да? Да А кто у вас был по журналистике, кто был? Олег Дмитриевич Якимов А, Якимов То есть классик, да? Да А почему вот журналистика? В чем причина? Андрей Савич, я как бы журналистику не сразу выбрал Я учился сначала на специальность оценка недвижимости И вообще я до журналистики где-то 5 или 6 раз поступал И не мог поступить Ну, как бы я в итоге закончил деревенскую школу Потому что как бы мы переехали в Смоленскую область И потом я сам поехал в Москву И поступал как мог И без целевых мест, без ничего вот этого, да? И не сразу у меня получилось Я учился в училище Газоэлектросварщик Потом поступил на оценку недвижимости Мне казалось, это близко как бы с югерспрагенцией Вот что-то такое Но потом, как бы я встретил случайно своих одноклассников в Москве И они мне сказали, что всегда думали, что я буду заниматься журналистикой И я резко поменял, я бросил как бы ту учебу, заново поступил То есть как-то в школе или как-то они видели какой-то способности писать Да Хотя вот, допустим, первые публикации у меня вышли тоже поздно Только перед поступлением Там же обязательно нужно творческий конкурс пройти, пять публикаций принести И у меня было буквально два месяца, чтобы написать эти публикации До этого у меня такого опыта не было Ну просто, видимо, вот как-то у меня была любовь к литературе, к русскому языку Из иностранного языка у меня хорошо получалось то, что касалось перевода Потому что, ну как бы, вот нравилось формулировать И изучать филологическую составляющую Хотя изначально вообще, как бы, я учился в художественной школе И все думали, что я стану художником Я закончил художественную школу И даже немножко работал потом и художником, и оформителем Когда мы жили в Черском Я в кинотеатре писал афиши Интересно Сколько мне лет вместе работали Я открываю новые грани такие Но, а так я узнал о том, что, оказывается, первое, как бы, ну как бы Издательство или как Это журнал «Элин», да? Да, первая редакция, в которой я работал Которую организовал я, да Я недавно узнал про это Что, оказывается, в журнале «Элин» Там приложение же было, аргументы факты Оттуда, из журнала «Элин», да Когда я пришел, да, за публикациями, чтобы первую публикацию опубликовать Я познакомился с журналистами И, ну вот, моим таким проводником в мир журналистики стала Инна Феоктистова Она работала как раз вот в редакции «Элин» И она вела школу молодой журналист, молодой репортер И через нее я познакомился с теми авторами, которые работали с редакцией «Элин» Это писатели, это люди, ну вот, поэты Которые сейчас уже на федеральном уровне признаны И через них я вот как бы вошел вообще в мир журналистики И я считаю, что мне очень повезло Потому что вот современные журналисты, они такой возможности не имеют Писатели сейчас у нас как бы, ну, фактически не работают В современных издательствах, изданиях А когда тебя читает писатель Когда, ну вот, с тобой работают именно по твоей стилистике По твоему вообще уровню знания языка Это совсем другое, другая польза Я видел достаточно популярный уже среди самих журналистов И видел, как молодые журналисты ктянулись к тебе И вдруг, значит, предлагается как бы противоположная деятельность Там заместитель министра культуры Что-то, вот, какие-то преодоления были или нет? Или это как-то произошло? Что вот происходило в это время? Ну вот, вы правильно сказали У меня как бы два противоположных начала Одно, с одной стороны, как бы творческое есть начало И, ну, оно достаточно сильное И, ну, мне хотелось бы тоже это продолжать В этом развиваться Мне это интересно То, что, как бы, питает вот именно тебя, как человека И в то же время у меня есть, как бы, определенные способности организаторские И люди как-то всегда это ощущали Доверяли, может быть, вот, какие-то поручения давали Или же поддерживали вот в этом направлении И сами люди тоже тянутся, когда видят, что кто-то им может помочь Мне кажется, вообще, вот, у творческих людей На самом деле не очень хорошо с этим Да, с организаторскими способностями Это много работало чиновником Не у всех бывает, Андрей Савич И вот у вас тоже, я вот вижу Как раз-таки сочетание такое Да, сочетание несочетаемого Потому что на самом деле творческие люди Они, как правило, дезорганизованы Это, ну, как бы, такая специфика деятельности Что им нужно помогать И вот, ну, мне казалось, что мне хочется Вот как-то привнести, может быть, какую-то Какую-то помощь вообще в освещении деятельности Деятелей культуры Мне всегда было интересно общаться с деятелями культуры Хотя я, допустим, в редакциях работал в отделе экономики В отделе социальных проблем Но именно от встреч с деятелями культуры Появляется какой-то Это то, чем можно, ну, скажем, вот так Духовно кормиться Это пища, большая пища И мне всегда очень интересно работать с творческими людьми Они совершенно кардинально отличаются от других Сфер, да, скажем Мне кажется, что они У них есть определенная миссия Они что-то могут дать людям И они заняты этим поиском Нужно им просто помочь И уже ли только люди искусства, культуры, там, литературы Изобразительное искусство могут быть творческими людьми А вот творческий человек Что такое творческий человек? Творческий человек, наверное, тот, кто вкладывает То, что он делает Свои способности Данные, может быть, высшей какой-то силой Да, природой, Богом Он меняет Он вносит какие-то изменения в жизнь Это действительно может касаться не только профессионального искусства И творчество, конечно, сейчас гораздо шире Оно выходит за свои рамки Собственно, наша сфера, сфера культуры Она имеет дело с ценностями Которые могут быть в любой отрасли В любом направлении деятельности И очень важно, что творческие люди, наверное, умеют их находить Умеют решать какие-то очень важные для общества и человечества задачи Когда говорят творческий человек А, он творческий человек Такое есть интернационное или какое-то внутреннее такое отношение к творческому человеку Который, в принципе, ничего не создает А на самом деле это в корне языка как раз творить творчество Творить новое Или если даже старое, то пропущенное через твое сознание Вы же знаете, что творческими людьми даже ругаться интересно Они совершенно по-другому формулируют свою мысль По-другому доказывают, по-другому отстаивают Это все-таки такой отдельный слой интеллигенции Который очень ценен для общества То понятие, которое, возможно, в 90-е годы стало пренебрежительным И таким, скажем, может быть, оскорбительным в каком-то смысле Важно, что эти люди служат своему делу И надо, конечно же, нам, как чиновникам, их защищать, оберегать И давать возможность творить Потому что есть такие вещи, которые кроме них никто не сделает Я считаю, что большинство творческих людей Как раз вот это элита не в смысле элиты Там бизнес-элита или какой-то шоу-бизнес-элита Это другие люди Вот за мной фотографии писателей, деятелей, политики, науки и так далее Они вот как раз элитой были А вы всегда под интеллигенцией понимаете Как бы творческая интеллигенция Или техническая такое понятие Вот что у вас сейчас, интеллигенция? Ну, интеллигенция, наверное, это те люди, которые Берут на себя ответственность И ощущают свою ответственность, наверное, перед будущим Тоже, опять же, это не обязательно касается искусства Интеллигент Тот человек, который, опять же, вот почему Почему наши основатели государственности Почему наши основатели республики Говорили о том, что именно духовное развитие Те проявления развития духовного, которые выражаются в искусстве, в литературе Почему они имеют государственное значение для народа Почему народ не может называться нацией без наличия своего профессионального искусства Без литературы Потому что это входит в само понятие национального сознания Именно наличие профессионального искусства И вот те люди, которые это понимают, что они несут ответственность Что они отвечают за уровень культуры За уровень вообще духовных взаимоотношений внутри общества Они, наверное, могут называться интеллигентами С начала 90-х годов, когда журнал «Илин» создавался Журнал «Илин» дал огромную пищу для новой информации об интеллигенции О прошлом, о выдающихся людях иакутского народа И в культурологическом плане и так далее И там как раз-то вот впервые, может быть, заговорили не только о творческой интеллигенции А еще и торговые люди были, торговые люди, монета, голода Люди науки, политики И я очень рад, что тогда, может быть, не ошибся Кстати, я не знал, что ты в «Илине» работаешь Оттуда появилось много-много посылов таких, которые создали среду, интеллигентную среду Да, я очень благодарен своим тоже учителям, которые смогли мне передать И, наверное, у каждого учителя стараешься что-то для себя взять И действительно, какие-то моменты общения, они запоминаются Они влияют потом на твою дальнейшую судьбу И вот как раз-таки мне повезло, что я работал в таком коллективе Познакомился с людьми, которые действительно формировали какой-то духовный пласт Который, вот их действительно можно назвать интеллигентами Вот журналы, статьи, которые мы печатали, писали, обсуждали Они меняют сознание Они дают какие-то, ну, скажем, ориентиры для поиска духовных Там, где правда, где истина Сейчас что-то я не чувствую такого пульсирующего журнала Который бы давал Ну, говорят, что Чалбан выходит, Полярная звезда и так далее Но я вот открываю страницы, и мне как-то не тянет Ну, занят, понятно, там, может, не понимаю Но, тем не менее, журнальная деятельность Она как бы журнальная, как бы, как называется на языке Вот журнальная Журналистика Да, публистическая, которая именно журнальная, а не газетная Она куда-то ушла, ушла или как? Что происходит? Ну, журнал вообще связан, конечно, с самым как формой печатных СМИ Она связана с периодичностью не такой часто, как газеты И она поэтому оперирует не ежеминутными, не ежедневными какими-то новостями А действительно какими-то такими процессами, которые развиваются в течение времени И, ну, могут осмысляться в определенный период И, конечно, то, что у нас есть своя, ну, такая ежемесячная публицистика Это очень важно И сейчас социальными сетями, конечно, полностью меняется И тип мышления людей, да, и тип восприятия информации Действительно, может быть, нужна какая-то такая линия, которая помогла бы людям ориентироваться В этом, скажем, ну, шумовом пространстве, да, потому что очень много звуков, очень много, да, таких В интернете очень много мусора И я иногда читаю, в интернете проскальзываются очень серьезные статьи Но в основном это социально-политического плана А вот куда-то исчезла вот именно интонация журнала Мы где-то должны взять на себя ответственность Опять же, через имеющиеся каналы Доводить свои мысли до людей, до общества С тем, чтобы они прислушивались к ним Поскольку, ну, вот, есть какая-то доля ответственности у тех людей, кто работает, ну, вот, в сфере духовности, в сфере сохранения ценностей Министерство культуры, 90-е годы И теперь, значит, 2000-е годы, да, 2000-е годы Чем отличается, вот, как бы, я не в плане сравнения, хорошо или плохо Вот чем отличается то Министерство культуры, в котором ты тоже работал И, назовем так, Министерство культуры, ну, назовем как, 2000-х годов тогда Вот чем они отличаются Ну, вот, как раз таки, когда я пришел, передо мной стояла большая задача по формированию тех процессов Которые называются электронное правительство в нашей сфере И вот эти вот процессы, они усиливаются Видно, что мы, мы действительно уже пришли в цифровую эпоху Может быть, кто-то это еще, как бы, не принимает, кто-то с этим не соглашается Но мы уже перешли в эту эпоху И мы, соответственно, ну, как министерство, как куратор вообще деятельности в том или ином направлении Мы ведем за собой развитие всей остальной отрасли Мы ведем за собой подведомственные организации, государственные крупные учреждения Которые должны тоже вместе с нами вот безболезненно переходить в новый формат работы Эта цифровизация, которая сейчас на всех фронтах происходит, она будет усиливаться И с тем, как она будет усиливаться, опять же, будут усиливаться вопросы этики И вопросы этики в любой сфере И, конечно, ну, касаемо вот нашей... Ну, прежде всего, культуры Да, прежде всего, культуры Все-таки культура, культура, искусство, это, как бы, на первый взгляд, совершенно же не связано с новыми технологиями, цифровизацией А культура-то, она живая, она и без цифровизации, может быть, культура-то, она... Нам важно вот действительно сейчас найти такие оптимальные решения, которые позволят сохраниться аналоговым Потому что без этого в сфере профессионального искусства невозможно Невозможно по компьютеру обучить человека танцевать, да, исполнять там балетные партии, допустим Аналоговое искусство, искусство живое, оно обязательно должно остаться И нам нужно понять, вот какое место наша сфера, те или иные направления нашей деятельности Отображаются вот в формате перехода цифрового Спокойно адаптируемые явления культуры, это что? Адаптируемые, ну, это больше, ближе, наверное, библиотеки, архивы, музеи Там, где идет оцифровка предметов, коллекций, сохранение каталогов и каталогизация То, что касается сохранения, конечно, в первую очередь Но нужно понимать, и опять же мы приходим к пониманию, что сохранение в цифре, оно иногда даже менее надежно, чем в аналоге Это касается и книг, и текстов, и, ну, конечно же, музейных предметов Новое явление Министерства культуры, которое правильно, как бы в тренде времени работает по цифровизации Тем не менее, видимо, какой-то назревает конфликт серьезный Ну, это неизбежно, просто, опять же, ну, я, допустим, вот цифровой текст я очень легко воспринимаю Мне не важно, где и как напечатаны, я могу и электронные книги читать, это зависит от типа, тоже восприятия людей Но нужно понимать, что совершенно перейти полностью в цифровой формат невозможно Нужно понимать, что, опять же, как раз-таки с приходом цифровизации и ее усилением будут возрастать вопросы, ну, выявления ценностей И вот здесь вот как раз-таки мы без аналогового нашего, ну, вот, профессионального искусства, допустим Его невозможно перейти в аналоговый вид Это действительно то живое общение, которое будет ценно Хорошая мысль Живое общение, оно имеет совершенно другой, ну, скажем, другую форму проявления Это не по телефону, это не по интернету, где на самом деле вот электронные формы, они провоцируют агрессию Они делают вседозволенность, да, они как бы создают почву для злоупотреблений, для каких-то вот, скажем, ну, клеветы Там, таких вот явлений, которые сейчас вот обостряются и усиливаются И вот как раз-таки, потому что мы отстаем, поэтому у нас достаточно много проблем выявляется именно в гуманитарной сфере Многие проблемы имеют гуманитарный характер, и они будут усиливаться Поэтому, как бы вот без аналогового, такого живого общения То, что важно, когда ты приходишь в театр, ты должен остановиться От, влечься от своей повседневной суеты В век, когда все ускоряется, нужно наоборот остановиться И, как бы, понять что-то главное И вот только искусство будет обладать таким преимуществом В аналоговом искусстве, да, живом искусстве, тоже много же мусора, да И вот цифровизация, она ощущает, и вот, как я понял, останется самое главное, подлинное Самое такое настоящее, которое постребовано Ну, наша задача, наша миссия сделать так, чтобы это осталось, Андрей Александрович Потому что, опять же, вот законодательство меняется, меняются подходы И сейчас, ну, нет такого явления, как цензура, да Есть какая-то вседозволенность То, скажем, что мы должны согласовывать с сообществом И принимать какие-то решения с сообществом Если мы живем в обществе, то мы хотели бы, чтобы наши ценности сохранились А это, ну, как бы, миссия, может быть, даже в каком-то глобальном плане Вообще нашего региона, нашей республики Как так получилось, что якутская культура, культура народа Сахам Сохранила во всех своих проявлениях, прежде всего, южные свои эти корни То есть, Сах же это праздник-то южный Когда как столетиями, может, уже тысячелетия на вечном и золоте На холоде, вот сейчас на улице 50 градусов, да И это долго будет длиться Странно, почему-то зимних праздников нет То есть, в культуре зимы фактически нет Если бы не Дед Мороз и в последнее время не Чесхан Сейчас вот какие-то происходят в этом плане Андрей Савич, ну, у вас вопрос, на который вы, как всегда, знаете, конечно, ответ Но я попытаюсь свой формулировать Ну-ка, я к министерству культуры обращаюсь Первый заместитель министра культуры обращаюсь Конечно, Андрей Савич, ну, вот в этом отношении У нашей республики есть своя миссия И, ну, вот как мне кажется, да И это связано, опять же, с тем, что мы перешли в цифровую эпоху И это будет обостряться В том, что у нас есть миссия сохранения Поскольку мы живем в самом холодном месте Где полюс холода У нас все сохраняется Сохраняется не только материальное То, что находится в земле, да Ну, и то, что, скажем, духовное, ценности И в этом отношении у нас, наверное, ну, вот есть какая-то миссия Сохранить эти ценности И, может быть, где-то даже в том масштабе Что они смогут помочь Ну, если не человечеству, да Но, по крайней мере, нашему российскому государству Мы видим, что вот те прорывные какие-то решения Какие-то прорывные такие подходы Они сегодня интересны на федеральном уровне И они получают уже такое осмысление С точки зрения, ну, вообще вот развития цивилизационного, может быть Поэтому так исторически сложилось Что действительно у нас вот южные корни И это было связано с тем историческим процессом Каким образом мы здесь вообще появились И почему именно в самый холодный регион пришли наши предки И передавали друг другу те знания Которые на самом деле помогли им выжить Выжить вот и материально, и духовно То есть наша культура, на самом деле Вот как мне кажется, Андрей Александрович Культура якутского народа И народов Якутии Это в целом культура Код выживания Код выживания, который Помог нам выжить Преодолев суровые природные условия Нашу отдаленность И которые, может быть, помогут выжить Ну вот другим народам Другим нациям Которые вот смогут нас с ними разделить Свет Натартика Триумфе И там Александр Сергеевич, глава Он выступая Сказал одну фразу Ну в своем выступлении Там 4 тысячи почти молодежь сейчас сидела И он сказал, мы хранители холода И зал аплодировал Я тогда подумал Чему аплодировать-то к залу То есть аплодировать холоду Или себе, который хранит холод На самом деле же так Что мы хранители холода Это мы планету держим Все планеты Холод, да Если нет холода, то Это сегодня и наш бренд И мы понимаем, что это действительно Способ сохранения Вот именно благодаря холоду Мы, возможно, и сохранились как народ И сохранились ценности наших предков Знаю, что ты пишешь стихи Даже прочитал одно драматическое произведение Посвятитель Иннокентию Драматургия Сейчас, как я понял Министерство культуры Организовывает какие-то курсы Ну, это опять же Мы поддерживаем Организовывать Союз театральных деятелей И вот как раз таки Новые руководители Аяло Моссов Достаточно интересный формат работы Приложил В этом году у нас проходила Школа драматургическая Было выявлено 9 авторов Которые представили свои работы Новые наработки Которые в рамках школы Мы подготовили Планируется, что это будет цепочка событий В следующий год у нас будет школа по критикам А в следующий год уже будет работа режиссеров По этим произведениям Может быть какие-то новые появятся Которые совместно с проработкой критиков Смогут представить уже конечный продукт У нас нет критики литературной Я думаю, что театральной тоже нет Нам нужно выходить на площадку обсуждения федеральную Для того, чтобы это имело действительный эффект И дальнейшее развитие В то время, когда Якутский театр Был на самой такой высокой точке Своей популярности У нас критики не было А Бурятский театр В это время Бурятский театр раньше был очень высок В это время 90-е годы Он как-то так сник В это время у него было 5 кандидатов в науке Докторов наук по критике А у нас театр был То есть это законоверный процесс или как Я тут не могу понять Может быть, да Но в любом случае Опять же критика Она всегда развивалась Из недр самого театра То есть сами же пишущие люди Вплоть до того, что и пишущую музыку люди Они сами же выступали как критики Здесь, конечно, важен сам уровень дискурса Обсуждения Который происходит между авторами Которые совместно могут какие-то действительно Значимые изменения Вносить И действительно закреплять какие-то очень важные ценности Которые имеют значение для развития искусства Именно в качестве искусства Вот, Владимир Владимирович Я вот читаю биографию твою И книги, которые издавались там разные Я открываю и там написано Огни, связующие нить Огни, связующие нить Думаешь, точно поэтическое А оказалось, что это Да, это был заказ От центральных электрических сетей У меня несколько было таких книг Я работал в отделе экономики Поэтому сотрудничал с промышленными компаниями И, в принципе, это очень интересно Это было интересно Я объезжал 10 районов, которые питаются От нашей якутской ГРЭС И вот описывал именно систему Энергоснабжения Это не поэтическая Это же поэтическая строка Огни, связующая нить Это название-то поэтическое очень Это даже здесь уже Обычно, когда промышленник Поэзия как бы не пахнет Андрей Александрович, я к себе очень критично отношусь Я работал с писателями, поэтами И мне, допустим, Ариадна Валентиновна Борисова Всегда говорила Ваша одна фамилица Говорила Слава Ну, журналистика это такая же поэзия Почему так сухо пишешь? И мы всегда вот на этой почве с ней как бы спорили И она говорила Должна быть поэтическая Новые направления развернутся в культуре? Или же все-таки мы сейчас стабильно То, что создано, будет развиваться? С переходом вот в новую эпоху У нас, конечно, очень сильно развиваются Культурные и креативные индустрии Это форма массовой культуры И вот здесь тоже очень важно понять, какую позицию мы занимаем Каким образом мы можем не навредить этому развитию С одной стороны И с другой стороны, как мы можем его откорректировать Чтобы он не стал наносить вред живой культуре И важным ценностям нашего народа Массовая культура, она всегда имеет агрессивные свойства И где-то вот, и чаще всего в нашей практике так было, что культурная государственная политика Она ограничивала влияние массовой культуры Какие главные философемы двигают процесс культуры? Нам нужно определиться с понятиями и определиться с подходами Поскольку, ну, это действительно сейчас очень популярно обсуждаем на разных уровнях дискуссий Но часто мы понимаем каждый свое Вот этим названием И, конечно, для обывателя, для широкой публики И в основном культура – это массовая культура То, что он видит, то, что он готов, ну, скажем, в себя проецировать, да И вот, как бы, воспринимать Поскольку искусство, профессиональное искусство – это всегда немножко насилие над собой Нужно заставить себя изучить, осмыслить, узнать что-то И часто ты приходишь к выводу, что ты не понимаешь в этом Душа должна трудиться, да? Да, и точно так же, как образование, образование – это тоже своего рода форма насилия Так же и профессиональное искусство И нужно понимать, что профессиональное искусство – это был всегда приоритет И в российском государстве, и в Советском Союзе, и в нашей республике И всегда ставилось во главу угла именно развитие профессионального искусства Которого на самом деле сейчас нивелировано Возможно, даже в мире, и, возможно, даже вот в связи с, ну, таким вот глобализационными процессами Которые подавляют именно чистое искусство Самый, как бы сказать, проводник этого массового культурного сознания – это телевидение И даже наше телевидение, я последнее время смотрю передачи, в которых получается, что как бы развлекательная сторона все больше, больше, больше А соразмышления, где люди размышляют, где обсуждают серьезные темы И обучающая сторона, мне кажется, совершенно уменьшается, уменьшается А то, что мы видим, не обязательно вот у себя в стране, да, это и в других странах происходит Каким образом это происходит, и как погибают народы, это же видно просто И, ну, вот здесь должна быть тоже, как бы, наша доля ответственности, и наша доля понимания, что с этим нужно бороться Нужно этому сопротивляться, нельзя сдавать Вот Олег Олегович, президент компании Вот Министерство культуры также чувствует некоторое такое Поэтому я вот обращаюсь, ну, я думаю, что со стороны творческой интеллигенции обращаюсь Культура не должна, Министерство культуры не должно, вот, как бы, отстраняться от того, что телевидение есть Самый большой конкурент для живой культуры То есть, востребованность телевидения Как бы мы ни считали, что сейчас цифровые технологии, там, у каждого телефон, и так далее, и так далее Все равно телевидение является, особенно для нашей республики, так Поэтому, как бы, не дай бог, что произошло так, что живая культура, подлинная культура Она, как бы, была затерта вот такой шоу Шоу массовой культурой Вот этот процесс, это Ну, если мы определяем Действительно важное, главное То, в принципе, это не страшно, да Можно этого не бояться Но, скажем Допустим, многие люди А, собственно, наше телевидение сейчас работает на республику Оно доносит то, что люди не могут получить Вот, придя в залы В сахоакадемические театры, в русские норматические театры, которые находятся по республике Они могут приобщиться к тем высшим достижениям, которые есть у нас в искусстве И, на самом деле, такую возможность не все имеют Поэтому я пожелаю В твоей работе Таких же дальнейших Таких, как бы сказать, внимательных Отношений к происходящим процессам Которые у тебя есть И хочу подарить вот книгу Которая называется «Андрей Борисов и путь к культуре Сахан» Конечно же, сразу здесь Если откроешь, то ты увидишь Фотографии нашей совместной работы Там спектакли Разные конференции Фотографики Поэтому я с удовольствием вручаюсь Нас благодарен за то, что ты участвовал Спасибо, Андрей Савич Удачи! Спасибо большое! Спасибо, Андрей Савич, за приглашение! Субтитры создавал DimaTorzok